Всем привет, с вами я Алексей, мой канал обзор товаров с Китаем. Да, сегодня, друзья, не будет обзора на тарантулу, сегодня мы поговорим про этого малыша CIMA X11C. На мое удивление про его состояние и летные способности я получил очень много вопросов в личных сообщениях. Комплект классический, это сам квадрик, 4 запасные лопасти, аккумулятор емкостью 250 мАч, зарядное устройство, флешка на 4 гигабайта и картридер и инструкция на английском языке. Распаковку квадрокоптера можете посмотреть по ссылочке выше. Размеры квадрокоптера 152 на 152 миллиметра, высота 37 миллиметров. Внешний вид напоминает нашумевший в свое время хапсан, сборка хорошая, пластик мягкий, было пару падений, но все как новое. Как видите, есть защита лопастей, которую для полетов на улице я советую вам снять. Как это сделать? Да, все в принципе легко, откручиваем наши лопасти, снимаем защиту и прикручиваем лопасти. Спереди установлена камера на 2 мегапикселя, а сзади расположился слот для microSD карточки и нашего аккумулятора. Камера только для баловства, качество ниже среднего. Видео снимают в HD, 2 минуты снятого материала весит почти 300 мегабайт, также можно сделать фото с разрешением 2560 на 1440 точек. Примеры фото продемонстрирую сейчас, а видео увидите в конце ролика. Управление камеры осуществляется с пульта управления, что не может не радовать. Пульт управления на 2,4 гигагерца, небольшой, миниатюрный, но сделан качественно и из приятных материалов. Работает от 4 батареек типа 2А. Это газ, это повороты, данная кнопка отвечает за моды, мод 1 и мод 2, то есть лоу спид и хай спид, эта кнопка отвечает за флипы. Это понятное дело кнопочка включения и выключения. Чтобы сделать фото, нам нужно нажать кнопочку вверх, чтобы сделать видео, нажать кнопочку вниз. Остальными кнопками происходит триммирование. Как помните, батарея у нас с емкостью 250 мАч, этого хватает на 8-9 минут полета при периодическом включении и выключении камеры. Полный заряд от USB 2.0 происходит за 1 час. Ну и теперь о главном, о летных характеристиках. Самой главной проблемой является дальность связи. Дальше 50 метров улетать вам не советую. Периодически пропадает связь, при более близких полетах такого не происходит. Мне как человеку, перепробовавшему немало квадрокоптеров, он показался скучным. На лоу спид так точно, а на хай спид еще полетать можно. В заключении хочется сказать, что квадрокоптер своих денег не стоит. Помню, за меньшую цену приобретал квадрокоптер и получше. Но если вы стали владельцем всего чуда, не расстраивайтесь, есть и хуже. Друзья, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте про инстаграм, твиттер и группу вконтакте. Пока, друзья, всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok